Всем привет дорогие друзья! Если вы никак не могли определиться с тем, на какой версии Essence лучше играть не только новичку, но и завсегдатому игроку линейки, то этот ролик поможет вам с выбором. Сегодня мы посмотрим на плюсы и минусы игры, как на классической версии Lineage 2 Essence, так и на недавно открывшейся версии игры Project Evo, которая была поставлена на базе этих же серверов. Конечно же вопрос, которым первым делом задается обычный игрок, это наличие доната и способа фарма на него внутри игры. И что стоит сказать сразу, это то, что нам говорили, что на Еве нет и не будет лутбоксов, как на Essence, это не совсем правда. Думаю, все знают, что на Essence почти всегда проводится та или иная акция, где за определенную плату можно взять специальные сундуки, из которых можно достать разного рода буст. Ну и собственно, чем больше вы задонатите в игру, тем больше вы сможете купить л-монет, за которые как раз таки приобретаются те самые лутбоксы. Ну а на Еве пока что действительно нет никаких лутбоксов, но только судя по всему, это лишь пока. На корейской версии Евы уже включали своего рода лутбоксы, которые можно было приобретать именно за Адену. Некоторые конечно могут сказать, что это же круто, что за Адену можно будет полудоманить. Но давайте посмотрим с практической точки зрения. По факту без лутбоксов шейхи не могут себе набрать кучу коробок и достать большое количество буста. Из-за чего, по крайней мере на данный момент, они сильно не опережают простых работяг. В этом плане можно, думаю, поставить Еве небольшой плюсик. По крайней мере на сегодняшний день. Ну и раз мы завели речь о лутбоксах, не стоит забывать, что на Еве есть Евопасы. Это такая механика, где вы раз в месяц можете приобрести за определенную плату набор различных предметов, которые ускоряют развитие вашего персонажа. В месяц на одном аккаунте можно взять 5 евопассов. В них всегда есть руда духов и купоны на заряды души в большом количестве. Также в них есть печати, которые можно продать в магазин и заработать дополнительные финансы, для буста вашего персонажа. И с одной стороны это хорошо, что потратив в месяц условно чуть больше 6500, можно оставаться по уровню экипировки выше среднего и участвовать в массовых битвах. Но есть и обратная сторона медали. Хоть на аккаунты есть ограничения на покупку 5 евопассов, но их можно брать на других аккаунтах, перекидывая вырученную адену за продажу печати на своего основного персонажа. Чем частенько и пользуются шейхи, из-за чего обещанное равенство среди игроков, которое было на старте серверов, не совсем корректно работает. Хорошо это или плохо, тут уже каждый решает сам. Кстати, буду рад, если поделитесь в комментариях, что конкретно вы думаете о евопассах. Следующим пунктом у нас идет фарм всем необходимой адены. Не спорю, в последнее время и на Еве, и на Эссенс постоянно корректируют выпадающую адену с мобов. Но даже несмотря на все урезание, именно на Еве ее фармить значительно сложней. Просто для примера, если взять энную локацию, там где на Эссенс с мобов будет падать 1000 аден, на Еве в той же локации будет падать всего 200-300. Так как именно в прожитке Евы адены срезаны раза в 3-4 по сравнению с Эссенс. По этой же причине на Еве огромное количество акон. Хотя в целом и Эссенс этим тоже не брезгует. Если же отдавать кому-либо балл в этом сравнении, то в плане адены явно будет проще Эссенс. Несомненным плюсом для Эссенс служит коробка достижений, при помощи которой, после набития определенного количества мобов в поле, можно спустя некоторое время открыть специальный сундук, в котором есть временное снаряжение, либо же расходка в виде купонов на заряду души и руды духов. А этого довольно часто не хватает на серверах Евы. Еще один плюсик к копилку Эссенс, это возможность более просто сделать определенный кап по характеристикам персонажа. Да-да, отсутствие красок и коллекции это не всегда хорошо. С одной стороны, конечно, можно подумать, что раз их нет, то и тратиться на них не нужно. Но, например, чтобы достигнуть какому-нибудь рыцарю смерти показателя параметра силы в 90 единиц, на Еву серверах придется ой как постараться и раскошелиться, чтобы добыть нужные параметры через тот или иной буст и его проточку. Очень большим плюсом, но уже в сторону Евы, служит нынешний набор новичка, который приобретается всего лишь за 100 аден в игровом магазине. Повышая свой уровень, из него вы будете получать все больше и больше приятного буста. Начиная от талисманов, заточенных сразу на плюс 4, и заканчивая оружием ранга А на плюс 5. Помимо этого, вы также с него получите броню с плюс 5 заточкой, разного рода агатионы, которые сразу на плюс 8, купоны на книги и многое другое. На Essence, откровенно говоря, добить хорошую копировку будет намного проще. Во-первых, экономика на серверах давно уже развилась. Во-вторых, несмотря на постоянные лутбоксы, которые помогают быстрее выбиться в топы с шейхом, так эти же шейхи потом и скидывают на рынок все больше и больше различных предметов, которые ежедневно становятся дешевле и приобрести их все более выгодно. На Еве, к сожалению, экономика не так развита, а рынок довольно скуден в связи с недавним открытием серверов, поэтому добыть тут нужную цацку будет весьма непросто и дорого. Еще один камень в огород Евы, это то, что практически весь эквип, который вы получаете из игрового магазина, хоть и за адену, имеет статус «Запечатанные вещи». Проще говоря, вы не сможете такой предмет продать, передать между аккаунтами или сделать с ним что-либо еще, из-за чего играть на рынке по принципу «купи-продай» практически невозможно. Не совсем объективные сравнения, но некоторых также интересует. Где же так называемых шейхов больше? На недавно открывшейся Еве, или же как раз таки на прошедшем года Эссенс? Тут все субъективно. Если смотреть на временной отрезок, то конечно же на Эссенс, скажем так, богатых игроков по логике больше. Но на практике встретить шейха на определенном споте в Эссенс шансов меньше, чем на Еве. Просто потому, что на первой версии игры они стоят локации, где обычные работяги не фармят. А вот на Еве они все ходят по одним и тем же местам, так как попросту буст не позволяет уйти дальше, бить более сильных мобов. И с последнего сравнения и вытекает наш ласт-пункт, а именно про PvP-контент на этих версиях игры. Безоговорочно, на Еве этот аспект игры доступней, так как даже несмотря на возможность покупки Еву-пассов с различных аккаунтов и перекидывания адена на основного персонажа, большинство итемов, таких как плащи, талисманы и прочие, имеют ограничения по покупке. И поэтому, насколько бы не был бы богат донатор, его всегда может обогнать обычный работяга, которому просто повезло заточку чуточку больше, чем ему самому. Подводя некий итог о том, где же все-таки лучше стартовать на Эссенс или Прожит Ева, нельзя ответить однозначно. Но можно сказать следующее. Если вы не любитель долгой раскачки и медленной добычи буста, а хотели бы все и сразу на старте и средства вам позволяют, то лучше будет выбрать версию Эссенс. Если же вы игрок, любящий рынок в игре и торговлю на нем, а также не против вечерком открыть десяток другой азартных лутбоксов, то снова ваш выбор это Эссенс. Но если же более долгая раскачка вас не пугает, и вы хотели бы быть как 90% сервера и постепенно развивать вашего персонажа, участвуя в пвп-стычках в большинстве случаев на равных, то однозначно ваш выбор это Прожит Ева. В остальном решать лишь вам. И надеюсь, что посмотрев этот ролик, выбор стал более явным для вас. Ну а если вы уже определились с выбором версии игры, то регистрируйтесь по ссылке в описании. Благодаря этому вы с самого старта получите приятные бонусы, которые помогут вам в начале вашего пути. А на этом все, всем спасибо за просмотр, пока-пока! Мир Линейдж 2 Эссенс ждут большие изменения! Высшие эльфы в деле! Новая раса готова покорить Эль Мараден и твое сердечко! Сразу два новых класса! Надежный танк, божественный храмовник и повелитель стихии, меняющий сферы сил природы, как перчатки! Дальше! Больше! Успей подготовиться! Играй в Линейдж 2 Эссенс на Фогейме!